здесь самые большие очереди возле еды конечно вот школу что-то туда заходят зачем школу ходят пушки то там экспозиции в школе красиво да это хай-скул церкви же рядом на стогах сена сидят вместо скамеечек это самый центр деревни города а вот там что-то вкусненькое которое пахнет вкусно вот это знание показано 1860 года кстати вот раньше в этой беседке ничего не делали сейчас только первый год а вот же мужчина вырезает а а а а а а первые американские люди пионеры пионеры аккуратно не наступите на чью-то булку что-то на полоски не знаю а лодку-лодку делает а а зачем он зарубки на ней такие делает пальцы порезать и обувь а а а а лица все те же что в прошлом году а а у этого мужчины с длинные ресницы я запомнила с прошлого года а 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 характерные у него любите ведь ось еще года вставили какие-то карманы а фу ля ноги какие-то лежат рога рога копыта рога копыта я не 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 сумки с черепа не 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 а это женские побрякушки оброчите внимание женские побрякушки это какой-то стоишь ну это уже современное да ну так прошлись мы туда-сюда возвращаемся ничего нового не увидели как я и говорила встретили знакомых потому что здесь все сегодня пойти больше некуда на солнышке погрелись еще хочется где-нибудь погреться ну просто здесь уже делать нечего сейчас мы наверное поедем пообедаем в чинис да кстати в этом году не было вертолета обычно бывает вертолет и чего-то еще не было пожарной машины там где детей учат от пожара спасаться вода вон мутная за мной такая все с гор стекает вся грязь глина снег тает снег еще кстати лежит у нас на горах вчера шел сели мы в машину а в машине жарко мы уже отвыкли от того что в машине бывает жарко что машина накаляется на солнце боже у нас сегодня какое число шестое шестое апреля шестое апреля и мы и мы первый раз увидели солнышко такое теплое чтобы можно было погреться вот смотрите люди тут американские наши люди которые живут здесь ifeю все которые и два и и и и и и и Апрель месяц, товарищи, у нас на лыжах еще катаются. Лыжный сезон еще не закрыт, сумасшедшись не можно. В этом году отрываются еще, да, вон идут эти. Сколько машин! Закрывают сезон, видимо, люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Чайнизе берем тарелку и идем по рядам. Здесь можно ходить и набирать тарелки бесчетное количество раз. Вот. Жорка любит брокколи. Вот это хрустящий чесночный хлебушек тоже Жорика. Лизка взяла себе что-то. Картошку, шашлык из курицы, пиццу. Я себе взяла креветки жареные с перчиком и луком. Суши. Это ролл такой с капустой. Это тоже курочка в панировке. Это грибочки очень вкусные, масляные. Что тут еще? Ну и такая курица в чем-то, в каком-то соусе. Вот. Одень от уже себе какие-то крылышки взял, картошку, креветки. В общем, кушаем. А еще я вот васаби размешала с соусом соевым. Сейчас туда все-все. Я туда все макаю. Все подряд. Зеленые. Что креветки? Зеленые. Зеленые. А вот эти вот зеленая фасоль очень вкусно здесь. Ее как-то делают с каким-то соусом таким мягким. Очень вкусно. Или масло там какое-то такое. Это уже день и на вторая порция. Я еще все свое ем. А пьем мы здесь просто вода с лимоном. Это бесплатно. Потому что остальное там кроксикола и все остальное надо доплачивать. А что еще? Сколько стоит сегодня? 9 долларов. Вот за человека стоит 9 долларов. В общем, за взрослого 9, за Лизу 6,40, за Жорика 4,40. Вот так. Вот моя порция вторая. Это какой-то под сыром запеченная. Сельдерей с палочками крабовыми. Опять я взяла такие креветки. Вот эту зеленую фасоль. И разные виды курицы здесь под разными соусами. Барбекю, медовый соус, еще какой-то перец, перцем соус. И курочка в беконе обернутая. Такая вкусная. Я себе скромненький десерт принес. Два пироженки и мороженое. У Жора есть мороженое. Все едят мороженое. Я еще пока свое ем. То ли палочками у меня медленно получается. Ну так вот обведу немножко. Так это все выглядит. У нас соседи колоритные. Эти же тарелок по пять съедят, наверное. Им выгодно сюда ходить. Вообще, конечно, еда не из самых полезных. Но можно, например, набирать зелень, креветки. Что-то такое самое-самое полезное, в принципе. Не знаю, в каких условиях готовится. Я показала только два буфета. Их там пять стоит. Пять стоек таких. Такой большой зал. Конечно, до ресторанного уровня очень далеко. Ну так, чтобы с семьей прийти что-то поесть и наесться. И недорого, то нормально. Ну вот, мы уже дома. Погода все еще классная. Поэтому домой нам идти не хочется. Вышли мы погулять. Жорик у нас... Самолеты уже летают. Жорик, да. Приболел у нас. В соплях весь. Завтра идти в садик. Не знаю. Ну, на улице такая классная погода. Дома сидеть не хочется. В общем-то прогуляем. Сиденье там машину пылесосит. Лиску оставили мы. Она опять сегодня кукисы продает печенье. Последний раз вроде бы. А потом за эти печенье они какую-то сумму, видно, сдают в это общество. Там в геллскауты. А на какую-то сумму... Не знаю. Зависит от того, сколько они продали или нет. Ветер тут. Они едут в какую-то поездку. Вот эти года прошлые они ездили в аквапарке. А в этом... Ты куда? А в этом году они вроде бы собираются ехать в Нью-Йорк-Сити. Ну, честно говоря, нам как-то не очень хочется в Нью-Йорк-Сити. Мы туда и сами можем съездить. Ну, мы и в аквапарке сами можем съездить. Но как-то в Нью-Йорк у нас чаще получается ехать. Поэтому там вроде бы в музей их поведут. Посмотрим. Всем пока. Надеюсь, ваши выходные были приятными. И всем очень хорошей, плодотворной, ненервной, приятной рабочей недели.